Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю снова уделить ваше внимание ситуации на финансовых рынках, чтобы посмотреть, как те события, которые произошли за прошлые торговые сутки, соответственно, вяжутся с нашими инвестиционными идеями, которые мы поставили некоторое время назад. В ходе этого брифинга, собственно, как и всегда, я анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Аммаркетс. И чтобы воспользоваться этим бонусом, все, как и всегда, предельно. Просто связывайтесь с вашим персональным менеджером и меняйте, соответственно, это слово на бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 7%, что касается кодового слова, то произнесу его ближе уже к концу этого выпуска. Теперь давайте переходить к, собственно, рынкам и не будем нарушать наш привычный сценарий. Начнем с позиции черного золота и той динамики, которая в связи с этим копирует, опять же, российский валютный актив. Актуальные котировки по Brent 50.25. Если мы проследим, опять же, динамику последних дней до актуальной текущей котировки, можно сказать, что Brent уже свалился с локального хая практически процентов на 10. Нельзя сказать то, что мы не ожидали этой коррекции. Напротив, мы делали ставку на то, что последнее бычье ралли, точнее, даже прошлое всей недели, оно, скорее всего, носило ложный характер. И судя по тому, что мы наблюдаем коррекцию сейчас, эта идея и, соответственно, наше допущение предположения было полностью оправданно и уже реализовывается на текущий момент в, опять же, коррекционной динамике, которую мы наблюдаем. Давайте вернемся к идеям, факторам, которые стали причиной усиления позиций Brent и WTI по итогам прошлой недели. Это формулировки и ожидания со стороны нефтяного конгломерата Ближнего Востока ОПЕК, то, что из-за падения инвестиций в энергетический сектор будут существенно сокращаться и объемы производства. Может быть, уже и до конца этого года, но и уж тем более на 2016 год. Но что мы видим по факту? Вчера были опубликованы данные по фактическому объему производства нефти в рамках ОПЕК. И, как я вам говорил, что прежде всего нужно обращать внимание на реальность, действительность, статистику и факты, потому что именно они рулят с точки зрения долгосрочных инвестиционных идей. И какие бы байки ОПЕК не травил на рынке касательно того, что объемы производства будут падать, мы сейчас этого не видим. Напротив, по итогам прошлого месяца ОПЕК увеличил добычу нефти на 109 тысяч баррелей в сутки. И таким образом еще больше превысив ту квоту, которая сейчас действует для ближневосточного картеля. Напомню, она находится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Но поскольку рост уже состоялся, мы, соответственно, можем вернуться к актуальной цифре производства. И уже констатировать тот факт, что на текущий момент ОПЕК добывает 31,57 миллиона баррелей в сутки. Существенно превосходя квоту. Не забывайте также про Соединенные Штаты Америки, которые буквально уже на протяжении 6-7 месяцев опять же выкидывают на рынок сообщения о том, что они будут неуклонно снижать объемы производства. Или, по крайней мере, снижение объема производства будет логичным следствием сокращения количества буровых, также падения инвестиций и недостаточного спроса в рамках мировой экономики. Ну и также на фоне переизвычного предложения. Действительно, количество буровых снижается. На прошлой неделе минимальные значения. По-моему, актуальный показатель по количеству сейчас 603 или 604 нефтяных вышки. То есть за прошлую неделю их количество сократилось еще на 9. Но вместо этого, вместо, опять же, логичного сокращения производства, мы видим увеличение. И в прошлую среду мы констатировали тот факт, что Соединенные Штаты Америки увеличили объемы производства по итогам, соответственно, с сентября на 73 тысячи баррелей в сутки. И доведя общие показатели производства до 9,14. Вот это как раз уже реальность действительности статистика. Это факты, которые подтверждены соответствующими цифрами. И они продолжают сигнализировать о том, что рынок энергоресурсов продолжает находиться в переизбыточном состоянии. Переизбыток на фоне недостаточного спроса и составляет по-прежнему основу нашей долгосрочной инвестиционной идеи, которая предполагает ослабление позиций и Брента, и WTI. Поэтому, несмотря на ожидания, на спекуляции, на возможности изменения ценовой конъюнктуры на рынке энергоресурсов, мы по-прежнему не видим серьезных оснований для ослома именно медвежьего взгляда и соответствующих коррекционных идей. Поэтому наша цель остается неизменной на прежнем уровне. Лично я субъективно полагаю, что Брента еще даже не достиг дна и в ближайшее время сможет легко оказаться в районе 45 долларов за баррель. И если на рынке появится соответствующий фундамент, который позволит нам отказаться от короткой сделки по нефти, например, опять же, та ожидаемая встреча, которая может пройти в рамках представителей крупнейших производителей, где есть вероятность того, что будет выработана солидарная позиция по восстановлению цен на энергоресурсы, но это пока тоже событие формата ожиданий. Мы не получили еще подтверждений, даже если встреча пройдет, будем ждать реальных судьбоносных решений. Вероятность также, я думаю, незначительна. Не забывайте о том, что ОПЕК не собирается уступать свою долю на рынке энергоресурсов и не собирается в одиночку, соответственно, менять именно ту политику, тот концепт, которого они придерживаются, сохраняя лидерство и вот эту тотальную экспансию на рынке углеводородов. Я думаю, что факт того, что объемы производства растут, явное тому подтверждение. Поэтому хорошо, что Brent скорректировался, потому что было обознено, конечно же, когда черное золото подбиралось уже практически вплотную к уровню 55. Действительно, поскольку мы внимательно следим за актуальным новостным фоном, понятное дело, что этот рост именно с точки зрения серьезных факторов объяснения мы не могли оправдать. Но сейчас пошла о коррекции. Будем надеяться, что Brent окажется ниже 50 долларов за баррель. Это позволит нам снова выдохнуть и, разумеется, придерживаться прежних взглядов касательно коротких долгосрочных идей по позициям Brent. Что касается российской валюты. Актуальные котировки 62.14. Мы видели то, что уровень 60 так оказался нереализованным для российской валюты против американского конкурента. То есть эта поддержка выстояла. Но мы также отмечали, что даже если и доллар смог бы уступить лидерство российскому активу и позволить рублю добраться до этого рубежа, в игру бы вмешался Центральный банк, который уже готов, наверное, возобновить интервентные механизмы, связанные с покупкой валюты якобы для пополнения золота валютных резервов. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что подобные меры стали бы причиной сдерживания еще большего укрепления российской валюты. Поэтому мы с самого начала поставили рубеж 60, как тот, который рубль вряд ли смог бы преодолеть. На текущий момент, поскольку Brent снова возобновил коррекцию, разумеется, пошло и соответствующее давление на российскую валюту. Ну и мы ждем снова возвращения пары USD RAP выше 65. Долгосрочная цель, разумеется, находится, как я уже отмечал, еще выше, в районе 70. Но для этого Brent необходимо уверенно лететь вниз и, может быть, даже пробить поддержку, которая находится в районе 45 долларов за баррель. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальные котировки 1,1365. Вчерашняя торговая сессия была довольно спокойной. Мы знаем то, что, по сути, три ключевых региона – Япония, Канада и Соединенные Штаты Америки – по сути, были вне игры из-за соответствующих выходных дней. Рынок был облегченным, тонким. На рынке отсутствовало большое количество трейдеров и игроков. Да и, в принципе, волатильность, которую мы видели по итогам вчерашней торговой сессии, явно подтверждает тот факт, что не все, соответственно, продолжали спекулировать на тех идеях, которые сейчас закладываются в основу вообще трейдинга на финансовых площадках. Событий интересных не было. Ну, обычно в понедельник и характеризуется скудным экономическим календарем. Трейдеры продолжили обсуждать, конечно же, старые инвестиционные идеи, которые предполагают возможность задействования дополнительных мер экономического стимулирования со стороны Европейского центрального банка. Напомню, что сейчас у нас оснований для того, чтобы ожидать эти решения, достаточны, поскольку всю прошлую неделю мы констатировали очевидную слабость еврозоны, промышленного сектора, динамики производственных заказов. На этой неделе статистики по еврозоне также будет достаточно. В частности, сегодня мы будем следить за индексом потребительских цен в Германии. Отчет будет опубликован буквально уже в самое ближайшее время, в 9.00 по московскому времени. Если мы вспомним, опять же, прошлый отчет индекса потребительских цен в Германии, то, напомню, он оказался предвестником фактической дефляционной угрозы для еврозоны. Сначала мы констатировали, опять же, уход индекса потребительских цен в Германии в отрицательный сектор, а после, спустя несколько дней, эта статистика подтвердилась и в рамках валютного блока, а в целом. Сейчас также, сегодня за индексом потребительских цен в Германии следим, а в пятницу уже переключаемся на аналогичный отчет по валютному блоку. Я считаю то, что эта неделя, особенно если статистика укажет на то, что экономика по-прежнему имеет дело с очень слабыми показателями инфляционного давления, может создать достаточно оснований в пользу того, чтобы Европейский центральный банк перешел уже к проактивным действиям и по итогам заседания 22 октября анонсировал, наконец-таки, новые меры экономического стимулирования. Даже если мы не услышим фактического решения, то, по крайней мере, хотелось бы, конечно же, получить намеки на то, что эта мера возможна. Поэтому следим за статистикой европейского происхождения. Пока у нас больше оснований склоняться в пользу того, что ключевые сектора еврозоны и ведущего локомотива валютного блока Германии, они характеризуются стагнацией, особенно это касается промышленного сектора. Ну и сегодня также в 12.00 по московскому времени будет опубликован еще индекс бизнес-ожиданий Германии по версии ЗЮ. Это более объективная оценка, чем ИФА. Я считаю, что на нее нужно обращать в первую очередь внимание. Но если мы уже констатировали слабость промышленного сектора, здесь, наверное, к гадалке не ходи. Совершенно очевидно, что из-за падения промышленного производства, из-за слабой потребительской активности, из-за ухудшения экономической конъюнтуры мировой экономики, настроение у бизнесменов будет не на самом лучшем уровне. И, скорее всего, сегодня мы увидим, опять же, этот негатив, отраженный о фактическом отчете Института ЗЮ. Даже по прогнозам нас ожидает чуть ли не минимальное значение за последний год. Поэтому, в целом, от сегодняшней статистики по европейскому региону я ожидаю негатива, который должен еще больше усилить спекуляции на тему долгосрочных коррекционных идей по главному валютному риску. Наша цель по-прежнему остается неизменной. Это движение пары евро-доллар в район 1.10. Идем дальше. Доллар японская иена. Здесь ключевой темой также остается ожидание ужесточения монетарной политики, может быть, до конца 2015 года. Трейдеры продолжают обсуждать опубликованные на прошлой неделе в четверг протоколы, но здесь стоит еще раз отметить тот факт, что мы не получили фактических подтверждений того, что повышение процентной ставки должно произойти до конца 2015 года, но и, собственно, не получили подтверждения того, что этот вопрос снят с повестки обсуждения. И если мы обратимся к комментариям представителей региональных руководителей ФРБ, ФРС, получится, что очень много сейчас сторонников среди голосующих членов, которые готовы отдать свои голоса в ходе следующего, соответственно, обсуждения за необходимость нормализации денежно-кредитной политики до конца 2015 года. В частности, вчера мы следили за очередной конференцией Денниса Локкарда, это руководитель ФРБ «Атланты», и он в очередной раз подчеркнул тот факт, что экономика, с учетом того прогресса, который характерен прежде всего для рынка труда, готова, наконец-таки, к тому, чтобы столкнуться с фактом коррекции монетарной политики и изменения параметров, которые составляют основу денежно-кредитного курса. Он отметил также слабости последних Non-Farm Perils, хотя слова «слабости», как таково, использовано не было. Он подчеркнул то, что если рынок труда в рамках Non-Farm Perils и количество новых рабочих мест, которые создаются в рамках американской экономики, будет держаться хотя бы в районе 100 тысяч новых рабочих мест, этого уже будет достаточно, чтобы уровень безработицы снизился в район 5%, что составляет, опять же, целевой ориентир для представителей ФРС и вообще для американского мегарегулятора. На текущий момент уровень безработицы находится на значении в 5,1%. И я думаю, что уже вполне возможно по итогам следующего месяца мы сможем добраться вместе с американскими статистами до целевого рубежа и добавить, соответственно, еще один серьезный аргумент в пользу того, что американской экономике нужны основания, предпосылки для еще одного решительного шага в плане изменения монетарной политики. В общем, я остаюсь фанатичным приверженцем того, что США может, конечно же, порадовать рынки и тех, кто делает ставку на усиление позиций американской валюты. Собственно, я отношусь к тем трейдерам, которые как раз верят в Росдоллара, и поэтому я жду укрепления позиций американцев против японской иены выше уровня 121.50. Долгосрочная цель предполагает возможность того, что пара USD и иена сможет добраться до очень мощного и важного сопротивления, которое значится в районе 125 иен ровно. Идем далее. Фунта. Вчерашняя торговая сессия оказалась разгрузочной для, соответственно, позиции. Точнее, вчера мы все-таки увидели рост, но сегодня на азиатской торговой сессии мы видим уже серьезное падение фунта. Напомню, что в качестве ключевой причины роста британской валюты в последние недели можно отметить комментарии руководителя Банка Англик Карни о том, что он по-прежнему видит основания для повышения процентной ставки в конце этого, в начале 2016 года. Я считаю то, что это некоторое заблуждение, которое навязывается, соответственно, трейдерам, особенно на фоне тех макроэкономических данных, которые мы анализируем в последнее время. Сегодня будет опубликован очень важный отчет. Это данные по инфляции, и он выйдет в 11.30 по московскому времени. Соответственно, если индекс потребительских цен снова просядет, прошлый показатель явно зафиксировал пребывание этого отчета уже в отрицательном секторе, значит, мы снова начнем перекладывать сроки повышения процентной ставки на совсем неопределенное время. Я придерживаюсь того, что если это решение будет анонсировано на рынке, то произойдет это не раньше 2017 года. И если сегодня индекс потребительских цен позволит нам подтвердить наши ожидания касательно неясных перспектив по ужесточению монетарной политики, значит, для британца будут созданы все условия для уверенной коррекции. Нам, конечно же, учитывая нашу цель, необходимо, чтобы фунт против доллара просел в район 1.50, потому что мы уже находимся в игре с уровня 1.52. Пока общий фундаментальный фонд создает больше оснований для ослабления стратегического долгосрочного британской валюты, но допускает, что ситуация может измениться, если индекс потребительских цен в рамках сегодняшней торговой сессии необъяснимым образом сможет показать существенный прирост. Но и также на этой неделе мы будем следить еще за динамикой роста заработных плат в рамках британского рынка. И если и этот отсчет, соответственно, окажется положительным, то тогда снова вернемся к перспективам британца против доллара и, может быть, внесем коррективы в нашу инвестиционную идею. Но пока нам, соответственно, нужно последить за статистикой и будем говорить уже по факту. Еще хотел пару слов сказать про перспективы пары USD с Висси. На текущий момент уровень 0.9630. Почему снова заострил внимание на этом тандеме валютных активов? Потому что буквально несколько часов назад в ходе состоявшейся конференции руководства Национального банка Швейцарии было отмечено, что НБА будет и дальше предпринимать все возможные усилия для ослабления национальной валюты. И по-прежнему видит хорошие возможности для девальвации франка. То есть, если мы вернемся к нашей основополагающей, фундаментальной идее, связанные с тем, что Национальный банк Швейцарии будет и дальше стараться избавлять статус своего валютного актива от, скажем, защитного инструмента, то есть избавлять статус национальной валюты от того актива, который используется для защитных механизмов, то, соответственно, будут задействоваться меры, связанные с возможным новым раундом экономических стимулов, что в целом будет приводить к долгосрочному ослаблению швейцарской валюты. Нам, собственно, это и нужно, потому что мы ждем паритета по паре USD с ВИСИ, и в основу этой идеи, помимо того фона, который действует со стороны Национального банка Швейцарии, мы закладываем еще и возможное устеление позиций и доллара. Поэтому от этой идеи также не отказываемся. Собственно, на этом все. Что касается сегодняшнего кодового слова, то это инфляция. Инфляция, еще раз напомню, что величина бонуса 7%. Продолжение следует...